Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, 9 ноября, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 9 по 13. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бы просяй приемлет, ища и обретает, и толкущему отверзится. Которого же вас, отца, попросит сын хлеба, еда камень подаст ему, или рыбы еда, в рыбы место змею подаст ему, или ащи просит яйца, и да подаст ему скорпию, ащи убавы зли и суще, умейте даяние блага, даяте чадом вашим, коль ми паче Отец и же на небесе даст Духа Святаго просящим у Него. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Первыми словами сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, являются слова, которыми Господь наш Иисус Христос оканчивает притчу о настойчивом друге. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получают, и ищущий находит, и стучащему отворят». Смысл этих слов Христа сводится к пониманию молитвы. Епископ Михаил Лузин замечает, указывается способ благоуспешной молитвы. Просить, искать, стучать, то есть быть постоянным, терпеливым и усердным в молитве. Тогда она будет благоуспешной. Разумеется, что исполнение наших прошений обещается под условием, если мы будем просить или искать с полной и чистой верой в подателя всех благ Бога, со смирением, искренностью и постоянством. Просить того, что сообразно с волей о нас, Божьей, в полной уверенности, что Он дарует нам то, что для нас лучше, что служит к нашему благу. Нет, мы не должны молиться упрямо, стуча в дверь Бога, пока Он не даст нам желаемого. Молитва должна быть искренней, настойчивой, но мы не должны вырывать нужные нам дары из рук Божьих, ведь мы обращаемся к тому, кто лучше нас самих знает наши нужды и кто, обладая великодушным сердцем, обильно одаривает нас всем необходимым. Если нам не было дано то, о чем мы молим Бога, то это не потому, что Ему жалко своего дара, а потому, что Он намерен дать нам что-то лучшее. Нет и не было молитвы, оставшейся без ответа. Ответ, который мы получаем, может быть не тем, которого мы ожидали или желали, но даже если Бог и отвечает отказом на молитву, то Его отказ продиктован любовью и мудростью. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» вопрошает Господь. Блаженный Феофилакт указывает, «Слушай, как и Сам Господь научает нас просить того, чего должно просить. Он говорит, сын просит хлеба и рыбы и яйца. Поэтому, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь». Маленькие круглые камни известняка на берегу моря были очень похожи по величине и цвету на маленькие хлебы. Если сын просит хлеба, развидаст ему отец в насмешку камень, очень похожий на хлеб, но который невозможно есть. Если сын просит рыбу, развидаст отец ему змею? Под змеей, скорее всего, Господь подразумевал угря. По иудейскому закону о пище угрь считался нечистой рыбой. В книге Левит есть постановление. «Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Это правило делало угря несъедобным. Если сын попросит рыбу, разве отец действительно даст ему рыбу, которую нельзя есть? Если сын просит яйцо, разве даст ему отец скорпиона? Скорпион – опасное маленькое животное. Бледного скорпиона в траве, на солнце, в свернутом состоянии можно спутать яйцо. Если сын попросит яйцо, разве отец даст ему жалющего скорпиона? Ефимий Зигабен пишет, Господь опять пользуется фактом из жизни человеческой и примером возводит слушателя к вере в то, что сказал. Просящему должно быть сыном и просить о том, что отцу прилично дать, а сыну полезно получить. Далее Господь делает вывод о вышесказанном. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Александр Павлович Лопухин поясняет, «В противоположность людям указывается Отец Небесный, который не как люди, добр и благ по самой природе своей. Когда люди обращаются к Нему с просьбами, то Он, очевидно, более чем люди, дает благое просящим у Него». Господь всегда слышит наши молитвы, подобно тому, как родители слышат просьбы своих детей. И как ни один родитель не даст своему ребенку того, что может ему навредить, так и Бог никогда не даст нам того, что не принесет нам пользы. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Господь даже прежде нашего обращения к Нему и прошения знает, что нам нужно. Но молитва является свидетельством нашей веры в Него и любви к Нему. Именно поэтому следует уповать на Господа и всегда молиться. Потому как молитва является живым общением с Богом и действительной возможностью получить желаемые блага. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...